Ульяновская область Среди новинок этого года – работа контрактной биржи по взаимодействию малого бизнеса с крупнейшими заказчиками и закупочной сессией с участием торговых сетей. Это крайне полезное мероприятие. Во-первых, мы познакомились с зарубежными бизнес-партнерами, и недалеко находится площадка для общения с сетями, где мы можем напрямую задать все вопросы, которые нас интересуют. Помимо деловой программы, на протяжении всего форума в мемориале работала большая выставка продукции предприятий малого и среднего бизнеса. Все, начиная от меда и сыров и заканчивая автомобильными фарами и одеждой. Сами предприниматели положительно отзываются о данном формате мероприятия. Люди знакомятся с продукцией нашего региона, и это, я думаю, положительно скажется на продажах. Новые знакомства приобретаем. Смотрим на наших же конкурентов, которые здесь же выставляют продукцию и, соответственно, растем. Очень интересуют на данный момент меня сырьевики Казахстана, которые здесь представлены. Можно какие-то проекты, я думаю, совместные делать. Люди, кто сегодня здесь присутствуют, они первый раз видят такую продукцию на самом деле. Поэтому и для нас, и для них это возможность продегустировать и посмотреть новые торты без муки, без сахара, без мастики. Среди участников оказались и местные аграрии, крестьянско-фермерские и личные хозяйства. Их продукция уже успела полюбиться ульяновцам. Например, Владислав Рассашанский долгое время занимался консалтингом. Однако свое истинное призвание нашел в сельском хозяйстве, а именно в производстве молочной продукции из козьего молока. Рецептура сыров, собственно, это не попытка, скажем так, пародии каких-то других сыров. Специально подбираем травы для того, чтобы делать копченый сыр. В хозяйстве сейчас 50 дойных голов. А вот фермер из Меликесского района Алексей Якушев производит подсолнечное масло, богатое витаминами и минералами. Выращиваем семечку разных сортов и из этих сортов делаем масло разного вкуса, разных свойств. В рамках форума был подписан проект распоряжения губернатора Ульяновской области о мерах по повышению ответственности исполнительных органов за несоблюдение обязательств по контрактам, заключенным с предпринимателями. Вопрос об ответственности должностных лиц за нарушение прав предпринимателей возник после выявления проблем, связанных с наличием задолженностей по оплате малому и среднему бизнесу, денежных средств по государственным контрактам. Теперь у нас никто, ни Сидоров, ни Петров, ни Иванов, прошу прощения, не скроется от того, что он начудил, за что он должен как-то нести ответственность. Хорошо, у меня просьба тогда, чтобы у нас по местному самоуправлению тоже был достаточно жестко прописан свой график подготовки таких вот документов. В документе предусмотрены меры по проведению контрольных мероприятий по фактам задолженности и по контрактам. Дарья Сударева, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды.